У нас 8 человек, и все мы представляем различные этнические группы. Никто ему не запретит в этой стране говорить на русском языке, или на гагаузском языке, или на болгарском языке. Меньшинство в большом приоритете. Первое, это слишком поздно начали делать. Зачастую или всегда проблемы нацменьшинства в Молдове, они политизированы. 1924 год — это только про юг, 25-й год — это только про север и про юг дополнительно. Сегодня мы будем говорить на очень актуальную и важную тему, а именно о национальных меньшинствах, о их потребностях, о проблемах, с которыми они сталкиваются, и не только о проблемах, а и о путях решения. Постараемся во всем этом разобраться с исполнительным директором Центра гражданские инициативы для национальных меньшинств Михаилом Пейковым. Миша, привет! Привет, Лили! Расскажи, что стало толчком к созданию Центра? Вообще, это довольно такая интересная история, которая началась 4 года назад где-то. Вообще, меня во всю эту правоохранительную деятельность привела моя бывшая начальница, Ангелина Гайдаржи, директор новостного портала ТУКМД. Она, помимо своей журналистской деятельности, занималась еще правоохранительной деятельностью, то есть непосредственно продвижениями защитой прав национальных меньшинств, национальных, этнических и лингвистических меньшинств, будет правильнее сказать. И вот, работая в ТУКе, я начал через нее интересоваться всей этой деятельностью, участвовать в различных проектах образовательных. Слава Богу, у нас в Молдове их очень много, особенно для представителей нацменьшинств. Я болгарин по этнической своей принадлежности. И так произошло, что в 2022 году я стал координатором проекта по Молдове и Украине от Европейского центра по вопросам меньшинств, это организация, которая базируется в Германии. И тогда мы провели летнюю школу по правам меньшинств. И после этого они были очень заинтересованы работать активно в Молдове. Мы обсуждали этот вопрос. Но тогда как-то это все заморозилось из-за того, что у меня было большое количество других проектов. Я работал в передаче интернету Граеште, то есть у меня были какие-то другие контракты по предоставлению экспертной деятельности. Просто не было времени. Но я заметил, что очень много наших международных партнеров и доноров активно обсуждали со мной этот вопрос. Что мы можем сделать по Молдове? А какие механизмы есть на европейском рынке, которые мы должны сюда в Молдову их принести? И вот так мы дошли до обсуждения вопроса, это должна быть какая-то европейская или международная организация, которая занимается меньшинствами в мире или в Европе, которую следует привезти в Молдову и открыть здесь офис. Либо же мы открываем новую организацию в Молдове. И мы решили, что проще всего, быстрее всего и актуальнее, что самое важное, будет открыть молдавскую организацию, которая будет состоять из стафа и экспертов непосредственно из Молдовы, которые знают специфику страны, которые знают специфику регионов с преимущественным проживанием меньшинств. Итак, мы в декабре месяце, я думаю, да, это был декабрь месяц, решили, что все, с 1 января мы начинаем работать. Но у меня еще был контракт, который я не закончил, поэтому с 1 января мы перенесли на апрель. И вот в апреле появился Центр гражданских инициатив для национальных меньшинств. Вот ты сказал про местных экспертов. Кто сейчас входит в вашу команду и кто за что отвечает? Вообще у нас, я считаю, что команда такая интерэтническая, потому что у нас есть ребята в стафе, представители, я, допустим, болгар в Молдове, у нас есть украинцы, у нас есть гагаузы, у нас есть евреи, у нас есть, естественно, молдаване и румыноговорящие, то есть это для соблюдения межэтнического диалога и баланса в организации. И сейчас, то есть апрель-май, вот эти месяца, мы не очень активны в социальных сетях и в своей деятельности, потому что мы непосредственно сейчас базируемся и работаем только по внутренней документации, то есть это все наши внутренние политики, документы, протоколы. И вот сейчас мы закончили фазу, это именно создание административного совета. И в административный совет сейчас входят как представители гражданского общества, эксперты по развитию гражданского общества, правоохранительные журналисты, эксперты по правам человека, и все они, что очень важно, представляют различные этнические меньшинства, либо же языковые группы в Молдове. И помимо административного совета мы решили создать и наблюдательный совет в организации, просто потому что это правильно и это нужно делать для устойчивости организации. И в наблюдательный совет у нас входят гражданские активисты, которые также представляют различные этнические меньшинства. Но если говорить об операционной исполнительной команде, то нас 8 человек, и все мы представляем различные этнические группы. Я думаю, что это очень важно, раз вы занимаетесь именно этим вопросом. Мы отлично понимаем, что любой центр, ассоциация или организация появляется из социальной необходимости. Как ты можешь охарактеризовать состояние дел, вопроса нацмеджинств в Молдове на данный момент? Ну смотрите, мне очень нравится, что в последние, ну по моим наблюдениям, полтора-два года, очень много организаций в Молдове, медиа, молодежных центров, много организаций гражданского общества, они все-таки начинают активно работать с национальными меньшинствами и в регионах. В Таракли, в Гагаузии, в Бельцах, в Приднестровье, что тоже очень важно для нас. Но еще 4-5 лет назад, вот когда началась моя история, очень-очень-очень мало организаций работало с национальными меньшинствами. Было довольно-таки мало проектов для русскоговорящих в Молдове. Очень мало организаций национального уровня приезжали туда. И я всегда чувствовал эту несправедливость, что мы активно говорим о демократии, мы активно говорим о проблемах национальных меньшинств в Молдове, но мало кто что-то реально конкретное делает для этого. И здесь я бы хотел отметить ИПИС, это Институт стратегических инициатив, организация, наверное, которая одна из первых правильно начала работать с национальными меньшинствами. Это случилось из-за того, что у них есть действительно экспертная оценка и экспертная деятельность, как работать, как нужно было работать с национальными меньшинствами. Я помню, что мой первый проект, в котором я участвовал, тоже был ИПИСовский, это была Академия Лидерства, один из лучших их проектов, потом Приднестровские идеологи и так далее. Я считаю, что все-таки, несмотря на то, что сейчас очень много организаций работают с меньшинствами, все равно мы не можем оценивать на равных возможности для румыноговорящих и для русскоговорящих. Не из-за того, что для русскоговорящих мало сейчас делается, а из-за того, что, первое, это слишком поздно начали делать, второе, не всегда у организаций, которые начинают работать с меньшинствами, которые, в принципе, это не их приоритет, но они это начинают делать по каким-то причинам, есть экспертная оценка, как это делать, потому что нужно учитывать все-таки специфику и представителей нацгруппы, и специфику региона. Но все равно, если оценивать, я считаю, что сейчас у нас дела с нацменьшинствами обстоят очень хорошо, другой вопрос, знают ли национальные меньшинства о возможностях, которые у них сейчас есть в Молдове. Это другая сторона медалей и другая тема, на которую мы сейчас работаем, потому что, ну да, в каждой этнической группе есть свои какие-то молодые лидеры, допустим, или просто лидеры, которые знают о программах, о проектах, о возможностях в Молдове, но все равно большая часть, они не знают, говоря о молодежи, огромное количество людей даже не знают о программе Erasmus+, которая позволяет путешествовать абсолютно бесплатно по многим странам, не говоря о каких-то уже действительно крутых молдавских проектах, которые всегда делаются абсолютно бесплатно для всех. Знаешь, в этом направлении много работаем и мы, чтобы рассказывать об этих проектах, об этих инициативах, чтобы молодые люди понимали, что у них есть эти возможности, потому что, допустим, когда мне там было 18 или 19 лет, я о многом не знала. Сейчас, когда я пишу какую-то возможность для молодых людей, думаю, где я была раньше, почему я об этом не знала. Я слежу за вашей деятельностью, я даже видел, что вы были в моем родном селе, в Тараклийском районе, в Корсиде, тоже рассказывали, видимо, ребятам о возможностях, это круто, потому что, когда я был учеником, к нам очень редко приезжали и рассказывали о возможностях, и, в принципе, это важно делать, потому что, если ты читаешь что-то в интернете и видишь, да, Erasmus плюс программа, и у нас все равно до сих пор есть эта специфика, что абсолютно бесплатно, да не может быть. Там какой-то подвох. Это какой-то подвох, потом я еще буду должен за что-то, поэтому я высоко ценю вашу деятельность. Я рада еще, что ты отметил, что дела не обстоят действительно так плохо, потому что даже если какой-то вопрос действительно на нормальном или стремится к хорошему уровню, то нужно прилагать очень много усилий, чтобы этот уровень или поддерживался, или двигался дальше. Ввиду вашей специфики, вы точно много общаетесь с представителями нацменьшинств, не только с теми, которые есть у вас в команде. О каких проблемах они чаще всего вам говорят? Слушайте, это очень тяжело сейчас говорить об этом именно конструктивно, потому что сами национальные меньшинства, и это, наверное, ключевая проблема, они не могут конструктивно и объективно оценивать свои проблемы, потому что зачастую или всегда проблемы нацменьшинств в Молдове, они политизированы. У нас во все время огромная часть политиков использовали нацменьшинства как политический инструмент, и это продолжается до сих пор. Особенно языковой вопрос нацменьшинств. Поэтому, когда мы общаемся с молодыми людьми, и когда мы общаемся с людьми в возрасте, это абсолютно разные проблемы, и мы понимаем, что во втором случае 99% — это политизированность, а говоря о молодежи, это все-таки вопрос того, насколько они информированы о возможностях в Молдове, потому что я считаю, что нацменьшинства у нас сейчас вообще в приоритете в государственных структурах, в неправительственном секторе, в каких-то образовательных программах, и это действительно круто. Говоря о взрослом населении, то, конечно, это всегда недовольство от ситуации в политике молдавской, недовольство от вектора, но хотя, говоря честно, если бы люди могли конструктивно и объективно оценивать то, что происходит в Республике Молдова, и, главное, изучать того курса, который взяла Республика Молдова, права нацменьшинств в Молдове, наоборот, возрастают, они просто, правительство обязано будет создать огромное количество программ, проектов для нацменьшинств. Да, другой вопрос, что взрослое население, у них все-таки другие проблемы, и это те проблемы, с которыми сталкиваются все в Республике Молдова, то есть зарплаты, пенсии, работа. Но говоря именно о правах, я считаю, что, честно и конструктивно оценивая ситуацию, меньшинства в большом приоритете, особенно молодежь. Я знаю, что у правительства есть программы стажировок, и они всегда выбирают нацменьшинства, но вот я, наверное, бы выделил языковой вопрос. Это прям вопрос, который все всегда обсуждают. Не знаю, откуда, ну, то есть я понимаю, откуда они берут, но все всегда боятся за свой родной язык, все всегда боятся за то, что им запретят что-то делать, что-то говорить. Хотя, честно, на постсоветском лагере я не знаю более демократичную страну, чем Республика Молдова на данный момент по отношению к нацменьшинствам. Ну, ты правильно подметил, что языковой вопрос, он очень сильно политизирован, и я абсолютно уверена, что в контексте предпстоящих выборов этот вопрос вспыхнет с новой силой. Уже, да. Уже начинает потихоньку. Ну да, всегда перед такими кризисными ситуациями он появляется для манипуляций. Как вы думаете, планируете реагировать, поступать в таких ситуациях? Какие, возможно, шаги предпринимать, чтобы предотвратить такие ситуации? Информировать. Просто общаться с людьми. Я не люблю форматы официальных тренингов. Я не считаю, что они эффективны в этом вопросе. Это классно, когда ты, допустим, говоришь о медиаобразовании в формате тренинга. Да, окей. Но я предпочитаю встречаться с людьми и просто говорить обычным языком, как будто я говорю со своим другом. Потому что именно это помогает. Ты объясняешь человеку, что происходит, почему так происходит. Пытаешься донести до человека, что никто ему не запретит в этой стране говорить на русском языке, или на гагаузском языке, или на болгарском языке. Сейчас мы делаем одно исследование, в котором мы хотим оценить, какое количество ресурсов, финансовых ресурсов, наши европейские партнеры вложили, а это огромная сумма, вложили в гагаузию для сохранения гагаузского языка. Также я знаю, что огромные ресурсы и Болгария вносит в Республику Молдова для сохранения и защиты болгарского языка. Честно, люди боятся каких-то выдуманных вещей. А они реально выдуманные, потому что это очень эффективный, все еще, к сожалению, в нашей стране все еще очень эффективный инструмент для политиков. Я думаю, с 90-х годов по-любому люди слышат, что им кто-то запретит говорить на русском, им кто-то вообще запретит что-то делать, но этого не происходит. У нас не принимают законы, которые запрещают родной язык или русский язык. У нас не принимают каких-то мер по борьбе с русским языком, чего очень многие боятся. Наоборот, сейчас министерство, с которым мы тоже работаем, активно думает, как повысить качество преподавания родного языка в школах. Мы говорим об гагаузском, болгарском, украинском языках. Я думаю, просто этот вопрос нужно изучать представителям нацменьшинства. Особенно я обращаюсь к молодежи, потому что взрослое поколение, насколько я могу судить и вижу, почему-то им легче послушать какого-то политика и все, но не проверить эту информацию, не потратить 5 минут своего времени. Уж лучше вычитать что-то и сделать, чем проверить и убедиться, реально ли что-то произойдет и реально есть ли какая-то угроза в принципе. Во-первых, это многое зависит от привычки, где большую часть времени они проживали в обществе, где они доверяли всему тому, что вещается. Это во-первых. Во-вторых, в этом и состоит наша работа, чтобы стараться их информировать. С каждым разом все намного больше. Я думаю, что в этом вопросе важно не только информирование, а, допустим, как и ваш центр. Думаю, что как и молодым людям, так и взрослому населению будет важно знать и услышать, что если, допустим, и будет какая-то угроза, ваш центр не допустит этого. Вы созданы для того, чтобы предотвратить такие ситуации. Мы активно обсуждаем этот вопрос, потому что помимо, да, сейчас эти месяца мы работаем по внутренним нашим вопросам. У нас огромное количество встреч с правительственными структурами. И вот мы даже обсуждали этот вопрос с депутатами парламента Республики Молдова. Я приведу обычный пример по Тараклийскому району. Но это пример, который прям показывает ситуацию. Последние два депутата от Тараклийского района, депутата именно, которые избирались оттуда, они идут в парламент с вопросом защиты болгарского языка и Тараклийского района. Но никто вообще не понимает, от кого мы защищаем Тараклийский район и болгарский язык, и почему мы это делаем. То есть это активный политический инструмент, потому что я считаю у Тараклийского района все, и как и у Болгар, все очень хорошо. Их активно поддерживает и лоббирует их интересы Болгария. Они получают огромные средства на сохранение болгарского языка. У меня есть вопрос о качестве преподавания этого языка в Молдове, конечно же. Но я не считаю, что ему что-то угрожает, как и болгарам в Молдове. Но то, что люди, которые идут с предвыборной программой и говорят, мы идем сохранять Тараклийский район, побеждают, как правило. Но у меня очень много вопросов к этому всему. Я считаю, что у этого района есть проблемы побольше, чем выдуманное что-то. Мы все хотим создать демократическое общество, где царит дружба и взаимопонимание. Если говорить о вашей команде, то через какие каналы вы общаетесь с представителями национальных меньшинств? Возможно, это встречи, которые организовывает ваш центр, или у вас есть на месте ассоциации? Потому что одно дело, это когда 8 экспертов, несомненно, экспертов обсуждают какие-то вопросы. А другое дело, когда ребята с региона непосредственно говорят, что для них важно и с чем они столкнулись. Да, мы еще не приступили к активным встречам и к поездкам в регионы. Это у нас начнется, я думаю, в июне, потому что все-таки внутренние процессы, без их формирования смысла идти дальше куда-то просто нет. Но у нас уже запланировано, что мы будем активно встречаться с представителями национальных меньшинств. Что для нас характерно, мы не работаем только с одной какой-то группой. У нас как и молодежь, так и представители органов власти местных, так и взрослое население. Но помимо личных встреч, помимо образовательных программ, помимо поддержки интересов национального уровня, то есть работа с министерством, с парламентом и с другими государственными структурами, мы еще запустим программу поддержки инициатив национальных меньшинств. То есть мы будем финансировать их идеи, молодежь, местные органы власти. Но помимо этого мы еще бы хотели сотрудничать, и мы уже начали, мы уже открыли для себя несколько местных региональных организаций, которые работают с национальными меньшинствами. Потому что, как правило, у них есть трудности с их работой, о них мало кто знает, поэтому мы решили, что мы будем работать вместе с ними, поддерживать их, а они будут нашим партнером в регионах, через которые мы как раз-таки и будем осуществлять нашу коммуникацию. Да, сотрудничество — это тоже очень важный элемент. Вообще любые преобразования занимают много времени и забирают сил. Что для вас сейчас на первом месте? Потому что я видела ваши цели, и там перечень довольно большой. Но что для вас на первом месте сейчас? Сейчас для нас на первом месте было на первом месте, и мы с этим успешно справились. Это внутренняя работа. Я очень рад. У нас реально классный процесс прошел. Второе сейчас, чем мы будем заниматься, это мы наладим партнерство с местными органами власти. Потому что у нас уже есть местные мэрии, сел, а для меня села — это приоритет прям такой, которые с нами на связи, и они ждут, когда мы уже начнем встречаться с ними, заключать партнерство. Для чего это делается? Потому что те мэры, которые общаются с нами из региона, из Тараклийского района, из Гагаузии, зачастую говорят, что у них есть проблема. Они не развиваются из-за того, что у них нет навыков участвовать в проектах и в грантах. Угу. Тоже об этом слышала. Да. И мы сейчас прям инициировали отдельную программу по обучению мэрий и местных органов власти. Но для этого они, конечно же, должны найти себе специалиста, который этим будет заниматься, потому что не должен мэр, примар заниматься этим вопросом. Вот. Второе — это лидеры, которые мы хотим выявить из групп нацменьшин, с которыми мы будем работать. В принципе, когда мы обсуждали еще в декабре нашу программу на следующий год, мы хотели работать сразу во всех регионах. Но я понял, что для высокого показателя эффективности проекта мы все-таки должны начать с чего-то. Поэтому 2024 год — это только про юг. 2025 год — это только про север и про юг дополнительно, потому что все-таки у нас есть планы на развитие, и нас должно стать больше, я надеюсь, и нас будет больше. Здесь как раз-таки, говоря о региональных организациях, мы надеемся, они подключатся к нам. Но вот это три приоритета, по которым мы сейчас идем. Я очень рада слышать, что вы включаете и север, потому что, как ты правильно сказал, допустим, тот же Европейский Союз вкладывает очень много усилий в сохранение гагузского языка или гагузской культуры, продвижение каких-то местных проектов. Я просто с севера, и меня болит север. И, к сожалению, к нам в Окнецу очень редко приезжают с такими проектами. И наши местные лидеры, мы тоже не можем их в этом обменять, они тоже не знают, как принимать участие в этих проектах. Но есть очень много классных вещей, которые значимы для нашего региона, и о которых стоит услышать. И для того, чтобы о них услышали, это нужно или какой-то проект для развития. Понятно, нужна и активная молодежь. Так что север вас тоже ждет в 2025 году. Мы сейчас получаем запросы от местных органов власти, от гражданских активистов, прийти на север, в Рыжканский район, в Гладень, в Бельце. Естественно, север мы тоже включаем, как и Приднестровье, я повторюсь, включаем в наши проекты, такие как наши образовательные мероприятия, которые мы будем проводить. Но именно что касается поддержки местных органов власти, какие-то грантовые программы, помощь в разработке и написании проектов, это будет в следующем году. Все-таки мы хотим... Нас не так много, и мы хотим все-таки эффективно закончить с кем-то и тогда перейти к другому вопросу. Да, я понимаю. У меня еще один вопрос, касающийся культуры. Все-таки, допустим, для меня национальные меньшинства — это в первую очередь культура. Это мой самый нелюбимый момент во всем этом вопросе. Я объясню почему, потому что до 2020-19-2020 года представление о нас в меньшинствах — это были песни, пляски, танцы, еда, какие-то стереотипы. И это то... Я сейчас реально кину камень в огород Ари, Аджентиэри Лати Интерьетнича. Это то, чем они занимались. Я очень рад, что когда-то директором агентства стал Дмитрий Маруз, который попытался все это реформировать. И сейчас мы знаем, что... Ну, мы знаем. Не знаю, как наши зрители. У Ари новый директор. Я надеюсь, что все-таки агентство — это реально будет таким государственным инструментом, который будет заниматься проблемами меньшинств, который будет лоббировать интересы меньшинств, который будет поддерживать национальные меньшинства и представлять их интересы на национальном уровне, а не устраивать концерты в центре парка, использовать эти концерты опять как политический инструмент. Национальные меньшинства — это не только про культуру, про еду прекрасную, очень вкусную еду. Но это не про это. То есть я думаю, что те 30 лет, которые были посвящены танцам, фестивалям, нарядам и истории — это классно, это круто. Но сейчас время для того, чтобы интегрировать национальные меньшинства в более важные вопросы, такие как участие в процессе принятия решения, представительство в парламенте Республики Молдова, в министерствах Республики Молдова, такие как гражданский активизм, такие как развитие медиа каких-то организаций, мы должны интегрировать их не через танцы и песни. Я получила ответ на свой вопрос, но все равно культура — это важная составляющая, и мы хотим подчеркнуть, что понятно, что это не то, чем будет заниматься ваша организация. Нет, почему? У нас есть и культурные проекты. Ну вот, а ты говорил, что вы не будете этим заниматься. Естественно, мы должны продвигать культуру нас меньшинств на национальном уровне. И, допустим, первый наш проект, который еще мы сделали неофициально, это просто была как инициатива, это был болгарский праздник Трифон-Заризан, мы его сделали в моем родном селе, в котором вы были, я этому очень рад. Почему мы решили его сделать? Во-первых, это было мое огромное желание показать этому району, что, ребята, если вы хотите развиваться, если вы хотите получать финансирование и перестраивать этот Советский Союз в районе, потому что каждый раз, когда я возвращаюсь к себе домой, у меня ощущение «to come back to Soviet Union», и все всегда жалуются, что мало денег их не поддерживают. Ну, развивайте туризм и продвигайте эту культуру, потому что я считаю, что реально культуру можно использовать как инструмент для продвижения туризма, а туризм можно использовать как инструмент для привлечения инвестиций в район, и это будет самым правильным таким ходом для развития региона. Но, к сожалению, нынешние власти в этом не заинтересованы, и тут приходим мы, которые, да, собираем 20 послов и международных организаций, зовем их в маленькое село, устраиваем грандиозную культурную программу, которая, то есть, еще не была в этом районе, на таком празднике, как Трифон-Заризан болгарский, и после этого мы получаем, да, сообщение, мы хотим с вами сотрудничать, мы хотим сотрудничать с Тараклийским районом, это классно, это круто. Об этом, да, если ты используешь что-то как механизм для развития, но просто чтобы погулять, выпить вина и отдохнуть, я против этих вещей. Ну, хотим мы или нет, это по-любому есть, и в любой культуре это часть, просто не тот вопрос, который мы обсуждаем сейчас, и мне нравится, что ты почувствовал контекст, очень важно, что в любой ситуации мы должны добиваться какой-то цели, а не просто чтобы это было, потому что оно так должно быть. Знаешь, когда появляется организация какая-то или центр, понятно, что у вас есть и долгосрочная цель. Возможно, для многих вообще стран вопрос национальных меньшинств, он важен и актуален. Может, у тебя есть какой-то пример какой-то страны, которые добились успеха или определенного результата, к которому стремитесь и вы? Вообще, мы часто обсуждаем этот вопрос в офисе, и всегда первая страна, о которой мы начинаем говорить, это Швейцария. Но в этот же момент, через несколько минут, мы начинаем смеяться, потому что это действительно, знаете ли, это очень классный пример таких крепких, демократических, межэтнических отношений, но этот вариант не подходит на следующие 5-10 лет для нашей страны, потому что это очень большая работа, очень большая. И работа заключается в том, чтобы применять какие-то такие строгие программы, законопроекты, которые все еще не будут приняты в нашей стране. Поэтому мы смотрим на такие страны, как Италия, где тоже у них огромное количество организаций, которые работают по межэтническим отношениям. Европейский центр по вопросам меньшинств это наш самый любимый пример, потому что они занимаются немецко-датским вопросом. То есть если углубляться в историю, у них тоже там не совсем все гладко было, но сейчас это две классные страны. И вот Флейнсбург, в котором находится центр, там огромное количество датчан живут. И вот они работают с ними эффективно. Здесь я бы, наверное, привел их в пример, но, естественно, я бы хотел, чтобы каждый представитель нацменьшинств и те люди, которые занимаются вопросом нацменьшинств, жили в смысле, что нужно, как в Швейцарии. У тебя есть сейчас возможность обратиться к представителям национальных меньшинств? Возможно, как вас найти, как с вами связаться, как передать свои проблемы? Мы недавно создали наши социальные сети. На этих социальных сетях все могут найти почту нашего офиса. У нас есть телефон. Вы можете написать нам, позвонить. Также, если говорить о каком-то таком обращении к национальным меньшинствам, я бы, наверное, сказал такую вещь, что я бы хотел, чтобы люди все-таки начали изучать вопросы, особенно те вопросы, которые являются политизированными, потому что это намного и намного сильнее облегчит задачу интегрировать нацменьшинства или же, наоборот, принести туда что-то новое и что-то классное. Это первое. Второе. Я все-таки хочу, очень сильно хочу обратиться к молодежи, которая часто, в большей степени, большая часть молодежи уезжает. Остаться в Молдове, потому что мало кто понимает, что Молдова сейчас это такой рынок возможностей для всех. Почему? Потому что то, что в других развитых странах уже есть последние 10-15 лет, только приходит в Молдову. И это все нужно развивать, особенно учитывая, что огромное количество программ для нацменьшинств есть сейчас в Молдове. Просто ищите, участвуйте, и обязательно везде пишите. Я в свое время так делал. Везде пишите, что вы представитель нацменьшинств. Вы представитель нацменьшинств. Реально все заинтересованы в представителях нацменьшинств. Спасибо большое за этот диалог, Миша. Мы надеемся на успехи в этой области, потому что это будет способствовать и развитию нашего общества, и снижению уровня напряженности, возможно, где она есть, и межкультурному обмену, и взаимопониманию. Спасибо большое, что позвали. Спасибо большое, что мы поговорили на эту важную тему. И я очень надеюсь, что вы будете создавать все больше и больше контента для нас, Миша. Да, мы над этим работаем и ждем вас и на севере. Спасибо.